МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бабруйск культурный делегация из России приехала познакомиться с городом. Мне очень хотелось обязательно здесь побывать. Что заинтересовало гостей больше всего? Отбуксировал на срок. В Могилеве с помощью эвакуатора угнали авто. Как злоумышленник хотел распорядиться краденым? Гонки по реке на Березине стартовало первенство по гребле. Проводится в честь Яновского Петра Федоровича. На какие расстояния форсируют водоем? А также уборочная кампания, денежный рост и укол здоровья. В Беларуси появится дополнительная вакцинация от Коклюша. Что еще планируют включить в национальный календарь прививок? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Вопросы образования. На заседании горисполкома обсудили процесс подготовки к новому учебному году. Большое внимание безопасным условиям пребывания учащихся. Все учреждения оборудованы тревожными кнопками и видеонаблюдением. Модернизируется система автономной пожарной сигнализации. Планируемый 1 сентября школьный порог переступит более 24 тысяч учащихся, в том числе около 25 сотен первоклассников. Дошкалят порядка 8 тысяч. Таким образом, в учреждениях образования проводится планомерная работа подготовки к новому учебному году. Принимаются необходимые меры по созданию безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся в учреждениях образования. В этом году выделено более 15 миллионов рублей, на капитальные и текущие ремонты, приобретение мебели, инвентаря, оргтехники для учебных классов, холодильного и технологического оборудования для пищеблоков. Проводится благоустройство и асфальтирование территорий, стадионов, площадок, замена окон. В целом, сегодня в рамках заседания были заданы вопросы по кадрам обеспечению учреждения общего среднего образования на следующий учебный год. Скажу, что на сегодняшний момент вопросы по кадрам мы закрываем. Ожидаем прибытия более 90 молодых специалистов. При этом подготовку к новому учебному году помогают обеспечить шефские предприятия и организации. С учетом выделенного финансирования и выполняемых работ, 1 сентября школьники встретят еще более комфортных условиях. Небывалая наглость. В областном центре похитили авто на эвакуаторе. 33-летний могилевчанин обратился в дежурную службу милиции и сообщил о краже автомобиля стоимостью около 9 тысяч рублей. Следствие установило, транспортное средство похитил 25-летний неработающий местный житель. Он вызвал эвакуатор, оплатил его услуги, дождался буксировки машины для дальнейшей сдачи на металлолом. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Электронные услуги, дополнительная вакцинация и тихая охота. Минлесхоз напомнил о правилах сбора грибов и ягод. Как без вреда для природы собрать урожай. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Золотовалютные резервы в Беларуси продолжают расти. К 1 июля они увеличились на почти 3%. Общая сумма – 8 миллиардов и без малого – 359 миллионов долларов. Наибольшую долю в международной структуре занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. В Беларуси намолочено почти 500 тысяч тонн азимового ячменя. В прошлом году показатель на начало июля был гораздо меньше, не достигал и 5% от плана. В лидерах – Брестская область. Там убрано более 90% культуры. В Могилевской – треть. Травы первого укоса по стране скошены на все 100. Заготовлено свыше 9 тысяч тонн сенажа, более 290 тысяч сена и 230 силоса. В Беларуси появится дополнительная вакцинация от коклюша. Меры приняли в связи с регистрацией в стране 1700 случаев заболевания за последние 5 месяцев. Прививать начнут детей в 6-летнем возрасте. Сейчас, согласно национальному календарю, укол здоровья делается в 2, 3 и 4 месяца с последующей ревакцинацией в полтора года. С начала года на портале «Е-послуга» появилось более 50 новых электронных предложений в социальной сфере – области таможенного дела санитарного контроля, экологии, охраны природы, транспорта. С апреля доступна опция по получению цифровой контрольной марки для дезинфекции транспортных средств. По следам истории делегация из России посетила Бобруйск. Познакомиться с городом приехали 49 человек из 7 регионов страны. Среди гостей несовершеннолетние узники фашистских лагерей, ветераны военной службы и труда, педагоги, музейные работники, студенты. Делегация уже посетила знаковые места в Орше, Витебске, Полоцке, Минске и других городах. У нас россияне торжественно возложили цветы к танку Бахарова, а после отправились на экскурсию в Краеведческий музей. Поскольку это такая точка на карте пути нашей дивизии, мне очень хотелось обязательно здесь побывать и узнать что-то новое, и познакомиться с материалами музея. И может быть с какой-то из бобруйских школ, которая изучает как раз бои за Бобруйск, познакомиться. И мои ребята с удовольствием вместе работали. От самых истоков до сегодняшнего дня городу есть чем гордиться. Особый интерес члены делегации проявили к стенду о событиях Великой Отечественной. Город освобождала 17-я стрелковая дивизия, сформированная в Москворецком районе Москвы и получившая название Бобруйская. Чужих не бывает. До экватора лета 20-24 неделя. Первая часть жаркого сезона прошла под эгидой страшных заголовков СМИ, которые сменялись один за другим. Инфоповоды разные. Проблема одна – безопасность детей. Корреспонденты телеканала Бобруйск-360 попытались найти корень зла. Спасти самое родное. Ежегодно огромное количество детей во всем мире становится жертвами несчастных случаев. По статистике, чаще всего это происходит из-за желания познать мир. Но, как известно, за чат несут ответственность родители. Малыши в силу возраста не могут осознавать опасность действий. А взрослые, оставляя их без присмотра, даже на считанные минуты не задумываются. За очень короткое время может произойти непоправимое. Конечно, не оставлять одного тупенка. У меня вообще трое детей. Вот в сад, если идти, то надо всех брать. Все вопросы начинаются в семье. В семье. И плавно переходят в школу. Окружающая среда. Дети наши сегодня очень исключительно хорошие. Стараюсь, чтобы он не лез куда надо. Говорю, что нельзя там что-то сделать, если там куда-то он захочет. Там пальцы в резетку засунули. Ну, естественно, заглушки ставим, чтобы обезопасить. Разговаривать с детьми, объяснять им правила безопасности. Обучать родителям прежде всего. В школе их учат. На неделе Страновска лыхнула новость. В агрогородке в Брестской области средь бела дня пропала 4-летняя девочка. Первыми на поиски малышки выехали поисковые отряды из Бобруйска и Осипович. Двое суток полторы тысячи людей прочесывали каждый сантиметр. Все Беларусь молилась. Чудо не произошло. Тело ребенка нашли в техническом водоеме. Выехали мы около шести вечера. Туда мы прибыли пол первого ночи. Пошли, зарегистрировались на штаб. Нам дали как бы участок для протеса. Наш участок находился примерно около шести километров. Меня поразил масштаб поиска о том, что как бы было всего около 1500 людей. Независимо от того, что на данный момент это был поиск на самом дальнем расстоянии, в котором мы принимали. У нас дорога заняла около семи часов. Соответственно, несмотря на это, как бы все ребята, кто мог, все откликнулись. 5 июля в Брестской области из окна третьего этажа выпала пятилетняя девочка. Родители и старший брат отвлеклись на минуту. Ребенок, засмотревшись в окно, в какой-то момент оперся на москитную сетку. Естественно, она не выдержала нагрузки. Скорую вызвал очевидец трагедии. Он же сообщил родственникам ИЧП. И такое происходит каждую неделю. Цена предотвращения беды – 10 рублей. Сейчас я вам докажу, что ручку с ключом может поставить абсолютно любой человек, не имея никакого опыта. Еще одна опасность – вода. Особенно актуальна тема в жару. Нет ничего лучше, чем освежиться в водоеме в знойную погоду, что и постоянно делают несовершеннолетние. Каждый водный объект, имеющий даже небольшой абсолютно объем воды, опасен. Особенно для маленьких детей. Начался дачный сезон. Надо еще раз всем осмотреться на своих участках частной подворья, дачах. Вот эти вот емкости, старые выворки, ванны, какие-то бочки, которые мы используем для полива огорода. С водой шутки плохи. На днях сотрудники освод спасли двух бобруйчанок. 10- и 13-летние девочки пошли купаться на реку. Не думая о последствиях, заплыли за буйки и начали тонуть. Вовремя поднявший тревогу очевидец спас жизнь сестрам. На призыв тут же выехала дежурная бригада. В считанные секунды школьницы были доставлены на берег. А вот 17-летнего подростка, который наспор, решил переплыть березину, искали несколько дней. Тело извлекли из одной из самых глубоких точек. Конечно, мы напоминаем еще и молодым мамам, будущим мамам о том, что для малыша гораздо больше угроз существует. Это какие-то мелкие предметы, острые предметы, это радиаторы, это окна и подоконники, шуфлятки, все возможные химические вещества. От внешних причин ежегодно гибнут порядка 150 детей. Отравление, выпадение из окон, пожары, ДТП. Это далеко не полный список ситуаций, которые могут привести к трагедии. Для того, чтобы напомнить родителям, как уберечь детей от беды, Следственный комитет запускает информационную кампанию по профилактике гибели и травмирования в летний период. Жизнь безопасности. Помните, никакой суп, чистый пол, выглаженная рубашка не стоит жизни самого дорогого на свете. Кристина Риянц, Елизавета Житкова, Юлия Вернер, Никита Швайковский, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Взмах веслами. На Березине открылось первенство погребли на байдарках и каное, посвященное памяти заслуженного тренера БССР и почетного гражданина Бобруйска Петра Яновского. Более ста юношей и девушек 2009-2012 годов рождения на протяжении трех дней будут состязаться в заплывах от 500 метров до 5 километров. Организаторы уверяют, что состязание – отличная возможность для юных гребцов показать свои способности на внутригородской арене. У нас эти соревнования вообще проводятся в честь Яновского Петра Федоровича. Это мой первый тренер, и вообще он воспитал очень много поколений. Это тренер Богдановичей, открыл отделение гребли, которое у нас по сегодняшний день в училище находится. В день открытия парни и девушки состязались в заплывах на одиночных байдарках и каное. Уже 6 июля участникам предстоит показать умение работы в паре. Саморазвитие – неотъемлемый фундамент в жизни каждого. Какие возможности у молодежи и что станет приоритетным вариантом в проявлении своего потенциала? Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!